с ограниченными возможностями здоровья. И в Патории прошел первый физкультурно-спортивный фестиваль «Пара Крым». Участие приняли спортсмены из 62 регионов России, в их числе и представители нашего округа. Подробности далее. Михаил Агасиев – бронзовый призер физкультурно-спортивного фестиваля «Пара Крым-2015». Он участвовал в пауэрлифтинге и состязаниях по настольным играм. Именно этот вид принес нашему спортсмену призовое место. Но ему совсем немного не хватило для того, чтобы получить путевку на мировые старты. Результат спортсмена не всегда зависит от упорства, знаний и удачи. В Европе два человека должны были ехать в Германию, занявшие первое и второе место. У нас, честно сказать, доедел был разговор, засудили, было у нас первое место, решили нас не отправить никуда. Ну, вот на этом спасибо. Отдохнули немного, все ездили. На Всероссийский спортивный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями наши спортсмены выехали в пятый раз. До этого состязания проходили в Сочи. В этом году местом сбора людей, доказавших, что нет невозможного, стала Крымская Евпатория. В течение четырёх дней проходили круглые столы, мастер-классы и соревнования на базе Центра паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов. Действительно, это было азартно, увлекательно, хорошо, весело, но и… Не совсем справедливо. Да, не совсем справедливо, потому что, да, вот, мы шли на первое место. Ну, так получилось, наверное, говорят, нечего ненецкому округу всё отдавать. Но всё-таки они добились хотя бы третье место, могли бы и этого не заработать. Всего за лето копилка наград отделения Всероссийского общества пополнилась ещё тремя медалями. В Карелии прошёл спортивный фестиваль среди молодых инвалидов Северо-Запада. Окружные спортсмены завоевали две медали высшей пробы – по теннису и пулевой стрельбе. И одно серебро по пауэрлифтингу. По словам призёра Кирилла Хатанзейского, силовым видом спорта он занимается около года. Поэтому просто не хватило практики. А вот стрельбе удача улыбнулась ему. Ну, может, даже повезло. Не знаю. Я на соревнованиях только два раза участвовал по пылевой стрельбе здесь, в Нинском округе. А так не занимался никогда. Деньги на поездки окружных людей с ограниченными возможностями здоровья были выделены центральным правлением Всероссийского общества инвалидов. Впереди у окружных спортсменов местные соревнования, которые пройдут в рамках декады инвалидов в декабре текущего года. И подготовка к следующим выездам.